Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором завиваем инвесторское мышление, говорим, куда инвестировать в непростые времена. У нас целая серия видео, посвященных вопросам кризиса. Сейчас возникает очень много вопросов, связанных с конкуренцией, что начинает конфликтовать Соединенные Штаты Америки с Китаем. Соответственно, почему это происходит, к чему это может привести, может ли там прийти какое-то третье лицо и Россия занять позицию, лидеры, которые будут отвечать за вот этот вот мировой порядок. Вообще, мировой порядок, экономический порядок, хотелось бы поговорить в сегодняшнем видео некоторые примеры, как это происходило, почему это происходило, кто становится гегемоном, как правило, в мире и почему. И почему становление гегемоном в конечном счете все равно всегда приводит к тому, что он меняется. То есть, потому что мы наблюдали за последние 300-400 лет несколько гегемонов, которые присутствуют в мире. Это была Испания, это была Голландия, это была Англия. Англию сменили Соединенные Штаты Америки. И в какой-то степени сейчас речь идет о том, что Соединенные Штаты Америки начинают смещать Китай. То есть, почему Испания, казалось бы, которая была гегемоном, у которой был самый мощный флот, у которой были большие колонии, которая занималась, по сути, тем самым называемым сеньюражем, когда они могли неограниченно привозить золото и серебро на континент, и, в принципе, за это золото и серебро скупать абсолютно все. Почему в конечном счете их сменила Голландия? Почему, когда Голландия заняла позицию вот этого мирового гегемона, опять-таки, через... А. Смена мирового порядка происходит через войну. И. Б. Почему же является причиной смены? То есть, почему, когда ты занимаешь лидирующие позиции, что-то внутри у тебя, Испании, Голландии, Англии, Америки, да, то есть, внутри что-то ломается, что в конечном счете переводит к тому, что лидерство переходит к другим странам. И что вот в этих сменяющихся странах является основой для того, чтобы это произошло, чтобы они стали вот такими лидерами. На самом деле, про это очень много сказано. Я не хочу пересказывать то, что замечательно сказал Рей Далио. У него есть замечательный видеоролик про новый мировой порядок. Что является причиной, объективными причинами, факторами смены мирового порядка. Но основным катализатором такой смены является то, что, когда становится некий такой гегемон, далеко, чтобы не ходить, да, вот Соединенные Штаты Америки стали неким таким гегемоном. То есть, что они сконцентрировали в руке? Что концентрирует этот гегемон внутри себя такого, что он является магнитом, в который притекают новые люди, в который притекают новые финансы, в который притекают новые технологии, в который очень активно развиваются инструментарии, производственные силы, да. То есть, вот что является некой такой основой. Основой всегда являются два составляющие. Люди, деньги. Да, то есть, фактически, если взять экономическую теорию того же самого Карла Маркса, то есть, где у нас создается капитал и посредством чего он создается? Он создается посредством а. Природных ресурсов, б. Человеческих ресурсов, ц. Финансовых ресурсов и организации вот это в процессе производственной деятельности. То есть, некой предпринимательской мысли людей, которые рискуют своими собственными деньгами, своей собственной жизнью для того, чтобы вот это вот, организовать этот процесс производственной деятельности. И когда ты становишься гегемоном, когда у тебя стабильная валюта, стабильная валюта она чем обеспечивается? Она обеспечивается во-первых, правоприменением законодательством, раз. Второе, она обеспечивается армией, то есть насколько ты можешь контролировать свои территории и насколько у тебя армия позволяет защитить эти территории как от внешнего воздействия, так и от внутреннего воздействия. То есть это внутриполитический строй и это внешняя политика, когда на тебя Никто не посягает. То есть сейчас нет, наверное, страны, которая бы сказала, а давайте мы там от Соединенных Штатов Америки Флориду отожмем. То есть в принципе такие разговоры не ведутся, потому что понимают, что могут получить люлей. То есть очень мощный производственный комплекс. Третья валюта. Валюта, которая обеспечивается инфраструктурой и производственными мощностями. То есть Соединенные Штаты Америки, они становятся таким магнитом, в котором можно заниматься венчурными инвестициями, в которых можно сформировать в команду, в которых можно получить достаточно дешевое финансирование. И мало того, вот эта финансовая система, которая создана сейчас, когда у нас большая часть международных расчетов проводится в валюте Соединенных Штатов Америки. То есть есть преимущество сеньоража, когда присваивается возможность печатать доллары. То есть долларов, мы Америка, мы можем долларов, если захотим напечатать сколько угодно долго, и можем их пустить внутри страны, можем их пустить во внешний контур. И соответственно на эти зеленые фантики, которые на самом деле фактически физическими товарами не обеспечены. Которые обеспечены только военной мощью, законодательной мощью и верой остальных людей, что обязательства по этим бумажкам будут выплачены. Но на эти фантики мы можем платить зарплату самым лучшим сотрудникам по всему миру. То есть какие бы молодые умы ни были, мы их можем привезти к нам. На эти фантики мы можем профинансировать стоительство завода и любого венчурного проекта, который создаст прибавочную стоимость, который создаст валют. На эти фантики, соответственно, мы можем сделать все что угодно. И вот как раз таки смена мирового порядка осуществляется за счет того, что в определенный момент этот механизм ломается. Доверие к национальной валюте гегемона мирового начинает подрываться. По различным причинам может подрываться, потому что если на первых порах это приводит к очень качественному росту, в исторической ретроспективе был гегемон Испания. За счет чего? За счет чего Испания стала таким гегемоном. Хотя нельзя сказать, что королевство испанское в средние века занимало какую-то значительную часть. Потому что были авантюристы, потому что были люди, которые пошли за моря. Были созданы технологии, корабли, которые могли пересечь Атлантический океан. Были энтузиасты, был человеческий капитал внутри страны, вот этих авантюристов. И были технологии, которые позволили пересечь океан, захватить новые колонии. И в этих колониях, соответственно, найти золото и серебро. И это золото и серебро практически беспрепятственно на первых порах поступало в метрополию. То есть оно поступало в Испанию, на территорию Испании. И, соответственно, сначала эти деньги брались для того, чтобы делать какое-то производство. Чтобы строить новые корабли, чтобы захватывать новые колонии. Чтобы организовывать новые экспедиции. Чтобы осуществлять значительную большую экспансию на территории все больше и больше. Северную Америку, Южную Америку, ниже. Но в конечном счете появляется поколение, когда говорят, а зачем нам что-то делать? А зачем нам развивать производство? А зачем нам строить еще новые корабли? Мы можем, в принципе, на то золото, которое мы привозим с Латинской Америки, золото и серебро. Мы можем купить что угодно в Голландии. Мы можем купить что угодно в Англии. Мы можем вообще, в принципе, купить что угодно. И тогда возникает вопрос, зачем нам развиваться? А зачем нам инновации? А зачем нам, в принципе, строить какие-то другие корабли? И в этот же самый период, когда вот в этой метрополии, в этом мировом лидере, самый большой флот, одна из крупнейших армий, то есть самые передовые технологии и большая доля метрополии использования рабов, в этот же самый момент появляется Голландия. И в Голландии происходит следующее, то есть что в этот промежуток времени происходит. Во-первых, из Англии в принудительном порядке король выгоняет абсолютно всех евреев, то есть находиться на территории острова английского евреям запрещено. Все эти евреи преимущественно начинают мигрировать в Нидерланды со своими капиталами. В Нидерландах начинается очень мощный рост. Доступность расточничества, доступность капитала, какая изобретается технология, в первую очередь технология финансовая, связанная с акционерными обществами. То есть чтобы минимизировать риски, чтобы делать какие-то крупные проекты, чтобы составить конкуренцию Испании, нам нужны новые технологии. То есть нам нужны корабли, они должны быть более скоростные, они должны быть более маневренными, они должны быстрее передвигаться, чем передвигаются корабли испанской короны. Потому что это логистика, то есть насколько быстро мы можем взаимодействовать с различными частями света, как с Азией, так и с Латинской Америкой. И здесь начинается составлять конкуренцию непосредственно Испании. То есть какая технология? В первую очередь технология акционерного общества РАС, финансы, которые поступили в результате изгнания евреев из Англии, кредитование. То есть получается и в этом случае люди амбициозные, которые уже в Испании не могли реализоваться, не могли получить финансирование, потому что там развилось большое количество доли консерваторов. Они начали мигрировать туда, где они могли раскрыть свои возможности. Опять получается человеческий капитал, опять высокий уровень образования, инвестиций в образование и в человеческий капитал, финансовый капитал достаточно доступный. Две формы. Во-первых, а, ростовщичество и б, это акционерное общество. Это создание технологии, создание фондовой биржи. То есть первая фондовая биржа была создана в Голландии. И как раз таки вторичное обращение. То есть был создан инновационный механизм, когда простые люди могли стать акционерами общества, могли участвовать в получении прибыли рискованных каких-то проектов, которые получили массовую подпитку капитала. То есть это не отдельно взятый человек, это не банки в нашем классическом понимании. А можно было взять просто капитал непосредственно от обычных людей. И здесь получается, что Голландия, она смещает Испанию с вот этого пьедестала. Потому что в ней сконцентрированы основные технологии, в ней сконцентрированы основные инновации, финансовые инновации, кораблестроительные инновации, логистические инновации. И соответственно начинает развиваться. Когда Голландия начинает терять свою позицию? Именно тогда, да, то есть опять уже начинается тюльпаномания, различного рода финансовые пирамиды. Возникает история с голландской компанией, устынской. И опять с чем это накладывается? С тем, что евреи, которые осели в Голландию, опять-таки я здесь не антисемитом являюсь, да, я просто смотрю историю. Они поддерживают Кромвелли в Англии. Соответственно в Англии возникает там республика, восстанавливается конституционная монархия. Но наследники говорят, ребят, можете возвращаться тихонько, не шумя, но вы можете возвращаться непосредственно в Англию. Из Голландии исходит капитал. Раз. Два. Они как Испания становятся достаточно жадными. Ну не то, что жадными, они становятся ленивыми. Инновации теряются. Зачем придумывать что-то новое? Финансовый капитал перетекает в Англию. В Англии, соответственно, что у нас происходит? В Англии у нас происходит то, что там возникает большой спрос на экспансию, на метрополию. Корабли построить в Голландии становится очень дорого, потому что голландский гульден становится очень крепкой мировой валютой. По сравнению с остальными другими. И Англия начинает строить корабли по тем же абсолютно самым технологиям, которые строились в Голландии. Но просто дешевле и больше. И опять же технология. Технология в первую очередь в вооружении. Это нарезное оружие. Это, соответственно, артиллерийские пушки, которые применяются на кораблях. То есть опять технологии и деньги, которые начинают играть важную ключевую роль, потому что Голландия перестает развиваться, она становится более консервативной. Это можно продолжать сколь угодно долго. То есть если перейти к текущей ситуации, что происходит сейчас? То есть почему Китай начинает в какой-то степени замещать ту же самую Соединенные Штаты Америки и называет его тем, кто может стать новым доминантом на глобальном рынке? Потому что Америка становится консервативной. Потому что Америка вместо создания валью прибавочной стоимости, она, соответственно, начинает вот эту ситуацию в метрополии. То есть она высасывает соки с Европы, она за фантики покупает ресурсы. Политика становится более консервативной. Доступность образования, американского образования, высококачественного образования становится все ниже. Среднее образование находится на очень низком уровне в плане качества образования. Человеческий капитал перекупается. То есть люди, которые создают ценность, создают новые бизнесы в Америке, крупные, производственные, они, как правило, являются экспатами. То есть они не внутри выращенные Соединенных Штатов Америки в рамках их образовательных систем, а это могут быть европейцы, это могут быть экспаты из других стран, которые получают хорошее базовое образование у себя в стране. А здесь они, соответственно, просто перекупаются и получают пока что, пока что получают возможность для того, чтобы раскрываться. Но это финансирование становится все меньше и меньше. В то время как Китай, наоборот, он концентрируется на том, что вот это вот отставание, которое было, ведут очень большие инвестиции со стороны государства в человеческий капитал. Что очень большие деньги платятся экспатам, инженерам, людям, которые приезжают и начинают создавать здесь новые технологии, им дают возможность это делать. И, соответственно, здесь, если посмотреть, где и когда наступает смена мирового порядка, работа, целенаправленная работа с человеческим капиталом, с уровнем образования, с технологиями, которые применяются в стране. И это все должно подтверждаться еще наличием стабильной какой-то судебной власти, которая защищает право собственности, плюс военные ресурсы, да, то есть защита от постигательства внешних стран. И здесь получается, что Китай как раз-таки становится вот именно таким доминантом, который в последние 10-15 даже, может быть, 20 лет очень много и качественно вкладывает в образование. Я сам могу сказать, что я был в 2019 году, осенью 2019 года в Китае Южном. Это не были какие-то хайповые территории типа Пекина, Шенхая, Гуанчжоу, а это действительно были провинции. И что для меня было очень удивительно, то, что я лично наблюдал в Китае, это очень сильное развитие логистических историй. Перемещение человеческого капитала между городами. То есть скоростные поезда, которые ходят со скоростью 300-400 км в час. То есть что такое скорый поезд, ну обычный поезд, в который вот мы заходим, садимся и он идет со скоростью там 300 км в час. 400. Это о чем говорит, если бы в России была такая дорога между Москвой и Воронежем, то человек, живя в Воронеже, снимая квартиру в Воронеже, купив квартиру в Воронеже, да, он мог бы с утра, там в 7 утра садиться в поезд и в 8.30 он мог бы быть в центре Москвы. Соответственно, еще полчаса на метро он добирается до рабочего места, из которого в 6 часов он заканчивает работу, в 6.30 он, соответственно, на перроне и в 7.30 он, соответственно, находится в Воронеже. Примерно столько же времени люди тратят, которые живут в Подмосковье, да, чтобы через пробки добраться до своего рабочего места порядка полутора часов. То есть развитие логистического плеча раз. Два. Второе, что я заметил, и для меня это очень большим контрастом была история, связанная с тем, что у них тоже есть рекламные счеты. Но если в России я еду и на рекламных счетах, что я вижу? Я вижу процентные ставки в банках, я вижу очень много какого-то развлекательного контента в плане сериалов и прочего, которые идут у нас на каналах. И я вижу большое количество информации от застройщиков в плане продажи недвижимости. В Китае тоже очень много недвижимости строится, я это видел, но практически 70-80% плакатов посвящены образованию. Скидкам, спонсорствам, грантам, которые выделяют государство на образование, счастливые, улыбающиеся дети. То есть там вся эгидия, вот когда даже с ними разговариваю через переводчика, у них ключевое это образование, 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 еще раз образование, которое нужно дать. И вот здесь вот это получается просто государственная политика, которая ведется. И третье, это то, что я не могу сделать сам, купи сначала скопируй, а потом сделай свою технологию. Автопром, далеко ходить не надо, даже сейчас, даже находясь в Москве, я вижу какова доля китайских автомобилей. И опять же люди вынуждены переселить с европейских автомобилей на китайские, но при этом они с удивлением открывают для себя не хуже, а в каких-то местах даже лучше, чем европейские автомобили. Потому что то же самое Mercedes, например, у него в машине GLS, механическая регулировка рулевой колонки, механикой. Задается вопрос дилеру, почему? А потому что электрическая производится в Китае, и Китай не продает это. Не продает европейским компаниям. То есть Mercedes не может сам сделать регулировку рулевой колонки электрическую, потому что эта технология есть в Китае и больше ни у кого. И вот в таких вот мелочах, соответственно, происходит разрыв. И здесь получается, что многие экспаты начинают возвращаться, и Китай очень серьезно сейчас на глобальном рынке начинает конкурировать с Соединенными Штатами за человеческие ресурсы. То есть даже предлагая условия переезда, релокации, и люди видят те возможности, которые предоставляет Китай, они, соответственно, начинают туда переезжать. А это сказывается на технологическом превосходстве в отдельных вещах, даже уже в каких-то обходящих Соединенных Штатах Америки. И это конфликт. Он неизбежно к этому придет. И эту долю постепенно будет расширять. И в конечном счете, я не хочу, конечно, этого прогнозировать, мне этого бы не хотелось, но в мире всегда смена мирового порядка происходит через войну. Потому что гегемон, он не хочет упускать своего гегемонного положения, возможности экспортировать инфляцию, возможности просто печатать фантики, которые во всем мире признаются как стабильная надежная валюта. И за эти фантики покупать природные ресурсы, человеческие ресурсы, технологические ресурсы, производственные ресурсы, захватывать какие-то отдельные территории путем подкупа и установки какого-то контролируемого правительства. Конечно же, это хочется сохранить в руках. И это всегда вот этому гегемону бросает вызов новое какое-то молодое перспективное государство, которое просто меняет свою политику в плане человеческого капитала. И здесь тогда я не хочу делать каких-то выводов. Это, наверное, больше такой исторический ракурс, который хотелось бы провести в настоящий момент. Выводы делайте самостоятельно. Какие лично я для себя в этом ключе делаю выводы. И я понимаю, что ключевым моментом во всех этих историях является человеческий капитал. Новые технологии, предпринимательские способности, организация производства, управление этими инновациями, внедрение этих инноваций осуществляется за счет развития интеллектуального капитала. И поэтому, как для себя самого, для меня является обязательным 5% моего валового дохода, который я зарабатываю, ежегодно я должен тратить на то, чтобы развивать свой собственный интеллектуальный капитал в семье. Для своих детей я хочу дать самое лучшее мировое образование, которое я могу это позволить. И здесь вы, кстати, тоже можете увидеть. Это касается, кстати, как Китая, так и Соединенных Штатов Америки. Что образование, стоимость обучения, качественного обучения выше инфляции в два раза. Это и в России, это в Европе, это в Америке. Я думаю, что можете спросить людей, кто старше вас, может быть, на 10-15 лет, сколько тогда стоило обучить ребенка, например, в лучшем мировом вузе. И сколько сейчас это стоит. То есть я изучал данную тему, потому что она для меня важна, потому что для своих детей я хочу дать лучшее образование. Я понимаю, что об этом нужно задумываться, к этому действию нужно совершать прямо сейчас, предпринимать. У меня есть проект «Миллион долларов за 8 долларов в день», в котором я для своих пятерых детей хочу заработать каждому по миллиону долларов, которые позволят дать им самое лучшее мировое образование. Почему? Я постарался это объяснить. Сейчас, в текущий момент образование базовое, я могу дать на территории России, развивать некие такие soft skills. А когда идут уже узкоспециализированные, я не знаю через 10-15 лет, какие вузы будут лучшими в мире. Будут это американские, европейские, или это будут какие-то китайские вузы, или индийские, или индонезийские. Но я хочу, чтобы у моих детей была возможность взять это лучшее мировое образование. Средства платежа все равно останутся, а сохранить при множестве средств позволят инвестиции в акции. Как я это делаю? Зачем я это делаю? С помощью чего я это делаю? Как родилась данная система? У меня есть отдельный бесплатный мастер-класс. Ссылка на него в описании под данным видео. Все. Пожалуйста, проходите, смотрите. Возможно, вам это будет интересно. У вас внутри где-то срезонирует, что вы хотите делать то же самое для себя или для своих детей. Давайте делать это вместе. Как это вместе сделать? Все в этом мастер-классе. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok